Всем привет! Меня зовут Женя и вы попали на канал Еловая Стружка. В этом видео попробую для себя новые столярные направления, а именно сделаю торцевую разделочную доску. Но перед тем, как мы погрузимся в рабочий процесс, хотел бы поблагодарить всех тех, кто подписался на мой Яндекс.Дзен канал, Телеграм-канал и группу ВКонтакте. Спасибо вам большое! Отдельное огромное спасибо за ваши донаты. Все дошло, спасибо большое! Ну и теперь давайте все-таки посмотрим, что у меня получилось. Поехали! Работа начинается с подготовки материала. Его я заготовил по такому же плану, как я делал это видео про влог из мастерской. Первым делом создаю базу на фуганке, а далее из-за отсутствия моей мастерской Рейсмуса, остальные две стороны ровняю на циркулярке. Далее напиливаю получившиеся ровные бруски на брусочки, поменьше из которых и будет состоять наша доска. Следующий этап это склейка. Подготавливаю рабочее место, раскладываю бруски в хаотичном порядке и приступаю к склейке. Клеить буду на столярный клей Tidebond 3. Наношу его на детали, затем равномерно распределяю его кисточкой. Далее зажимаем все это дело струбцинами и жду примерно 3-4 часа. После того, как клей высох, снимаю струбцины и работаю уже с готовым щитом. По совету многих подписчиков изготовила торцовочную каретку, на ней отпиливаю от щита все лишнее. Пришло время выравнивать щит, так как Рейсмуса у меня нет, изготовил специальную каретку для фрезера. Для выравнивания я буду использовать вот такую вот прямую пазовую фрезу диаметром 25 мм. Внутрь каретки вставляю дополнительные бруски для того, чтобы фреза доставала до щита. Без них же такого не происходит. Далее креплю щит со всех сторон к брускам на термоклей. Можно приступать к выравниванию. Делаю один проход, далее смещаю продвижную часть на расстоянии чуть меньше, чем диаметром фрезы, конечно же на глаз, и делаю еще один проход. Так повторяю, пока не выравниваю весь щит. После того, как одна сторона готова, повторяю то же самое и с другой стороны. После выравнивания щита переключаюсь на циркулярный станок и с помощью каретки напиливаю одинаковые брусочки. В моем случае это 35 мм. Далее снова склейка. Переворачиваю бруски торцами вверх, комбинирую в хаотичном порядке и склеиваю. В итоге получился вот такой вот щит. С ним я проделываю уже знакомую вам операцию, уравняясь с двух сторон. Далее выравниваю щит по краям на каретке. Следующая операция шлифовка. Тщательно шлифую доску со всех сторон, вначале наждачной бумагой P80, а затем P100. После шлифовки снимаю фаску под 45 градусов с каждой стороны. А также при помощи пазовой галательной фрезы выбираю пазы по краям доски для того, чтобы ее было удобно брать. И остается только покрыть доску маслом. Купил специальное масло для деревянной посуды и разделочную доску. Крем сегодня и попробую покрыть. Купил специальное масло для деревянной посуды и разделочной доску. В итоге получилась вот такая вот разделочная доска. Как мне кажется, для первого раза очень даже неплохо. Конечно, не обослось без минусов, например, щели при склейке, но в целом мне нравится. К минусу также можно отнести ее размер, но это зависело от количества материала, которого было не так много. Если вам так же, как и мне, понравился итоговый результат, то обязательно ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Ну и спасибо, что лицезрели сегодня меня и мою мини-мастерскую. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!